Ребенок ходит на занятия по игровой терапии, занимается с психологом. Нужно ли участие родителей? Понятно, что ребенок – это не прибор, который можно сдать в починку в определенном состоянии и получить в более исправленном виде, в улучшенном виде. Понятно, что ребенок – это часть семейной системы, который связан со всеми членами семьи невидимыми нитями. Конечно, вопрос об участии родителей очень важен. Здесь есть несколько возможных вариантов, здесь есть несколько возможных форматов работы в зависимости от того, что происходит с ребенком. Во-первых, это случаи, когда ребенок живет себе, живет, ничего в его жизни необычного не происходит, родители ничего особенно не расстраивает, не вызывает каких-то волнений. А затем в жизни ребенка происходит нечто, что меняет и жизнь ребенка, и его состояние. Естественно, очень хорошо, если в фокусе внимания психолога оказывается и родитель. Есть ли у мамы огромный уровень тревожностей, он зашкаливает. И есть жалобы на страхи у ребенка. Понятно, что будет очень хорошо и для ребенка, и для самой мамы, если мама будет работать с психологом. Просто он зверей любит. Вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок, и всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут. Потому что я без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще-то мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать. Надо заметку в газету напечатать, что пропал мальчик, зовут дядя Петр, рост метр двадцать, если кто увидит, пусть нам сообщит. Мальчик без диагноза гиперактивности. Просто активный исследователь окружающего пространства. Да, он не сидит, как приклеенный в течение нескольких часов. Да, не должен уметь это делать в своем возрасте. Если маме становится плохо от того, что он очень активен, помощь нужна самой маме, чтобы ей просто стало легче. И это опять психотерапевтическая работа с родителем. В каких еще случаях нужна психологическая помощь самим родителям? Часть мам, например, почему-то возлагает на себя вину за все происходящее с ребенком. Нужна просто психологическая поддержка мамы. Потому что есть ли у ребенка нарушения в поведении, есть ли у ребенка какие-то особенности эмоционально в любой сфере, которые не помогают ему жить и уживаться с другими людьми. Есть ли это ребенок с какими-то особенностями, как сейчас говорят особенные дети. Например, у него есть какой-то диагноз, который у него будет всегда. И ему надо жить с этим и адаптироваться к этой жизни. В таких случаях, например, родителям просто психологическая поддержка значительно нужна, чтобы они просто чувствовали себя лучше. Итак, есть случаи, когда участие родителей в работе с психологом минимально. Есть случаи, когда родителям показана собственная психотерапия. И им станет легче, и, безусловно, ребенку. Кроме того, есть другие варианты работы. Опять-таки в зависимости от ситуации. Например, ребенок ходит на занятия по игровой терапии. В его поведении происходит изменение. Естественно, что родители, которые привыкли к другому поведению ребенка, должны как-то начать по-другому реагировать на это изменившееся поведение. Ну, например, мальчик, который не причинял хлопот родителям. Такой спокойный, послушный мальчик. Вдруг в ходе занятий он начинает отстаивать свои права, он начинает протестовать активно, он начинает выражать чувства. Естественно, родители должны быть готовы к этим изменениям. И опять поддержать то позитивное, что в них есть. Это выражение ребенком своих чувств. Это хорошо. В то же время помочь ему с высоты своего опыта и социальных навыков выражать эти чувства социально приемлемым способом. Часть родителей с удовольствием, такое предложение тоже есть, принимают участие в так называемых родительских группах. Это прекрасная возможность, когда на занятия с психологом приходят от 8 до 12 человек, родители детей примерно одного возраста. Это замечательная возможность вспомнить себя в детстве, активизировать какие-то детские воспоминания, возможно, начать лучше понимать собственного ребенка. Это прекрасная возможность повысить, не побоюсь этих слов, свою родительскую компетентность. Нас ведь никто не учит быть родителями. Хорошо, сейчас школы приемных родителей начали открываться. А ведь для многих из нас как бы остается единственный вариант, единственный опыт быть родителем. В общем, никто ведь не обучает. Родительская группа – это прекрасный способ какие-то навыки родительские освоить, улучшить и развить. И, наконец, родительская группа – это группа поддержки, когда ты, общаясь с другими родителями, обнаруживаешь в чем-то уникальность своей ситуации, а в чем-то свою неуникальность. И находишь общий язык, я бы сказала, с коллегами-родителями, что бывает также полезно и позитивно.